Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня у нас вот такой вот прекрасный, шикарный узорчик. Вот такой вот необычный. Немного я, конечно, с ним припоздала, на мой взгляд. Он хорош бы был. Какая-то летняя туничка, джемпирог летний. Но я думаю, из махера он тоже будет вполне симпатичный. Не вполне, а очень даже симпатичный таким узором необычным. На самом деле вяжется он очень просто. Конечно, это узор не одного ряда, поэтому внимательно запасаемся спицами и ниточками для образца. И свяжете образец, и все вы разберетесь, потому что он на самом деле очень простой. Значит, рапорт состоит из 8 петель. То есть, любое количество петель, которые вы набираете на свое изделие, должно делиться на 8 плюс 4 петли. Я набираю 20 петель. Я провяжу 2 ряда на чулочной глади, чтобы там было виднее, чтобы не начинать с первого ряда узорчик. Если в изделие, то я бы вам рекомендовала сделать то же самое. То есть, 1 ряд я вяжу лицевыми петлями и 1 ряд изнаночными петлями. Итак, первый ряд узора. Эти 2 ряда я просто не считаю, я считаю первый ряд узора. Первую петлю снимаем, провязываем 3 лицевые. То есть, 4 петли вместе с кромочной. Далее, я вот так вот 2 петли эти поворачиваю и провязываю 2 вместе. Делаю накид и еще 2 петли вместе. 2 вместе, 2 вместе, между ними 1 накид. 4 лицевые. Снова то же самое. Поворачиваю. Накид и 2 вместе. И закончиться должно 4 лицевыми петлями. То есть, в начале должно быть 4 лицевые, в конце 4 лицевые. То есть, одинаково, чтобы у нас было красивое распределение. Изнаночный ряд вяжем везде всегда изнаночными петлями. То есть, на протяжении всего узора изнаночный ряд у нас будет изнаночными петлями. Поэтому я его просто буду вырезать из видео. Его не будет. Просто вы должны понимать, чтобы укоротить видео. Было только по факту. Так, третий ряд. Первую петлю снимаем. 2 лицевые. Теперь снова поворачиваем. И провязываем 2 вместе. То есть, эти петли у нас передвигаются. Делаем накид. Провязываем 1 лицевую петлю. И провязываем 2 петли вместе. Здесь у нас между этими, как бы, дырочками уже 2 лицевые петли. Снова поворачиваем. Провязываем 2 вместе. Накид. Лицевая 2 вместе. И 3 петли в конце. Изнаночный ряд. Так. Пятый ряд. Первый снимаем. Теперь у нас 1 петля. То есть, 2 с начала ряда. Меняем. Поворачиваем 2 петли. Провязываем их 2 вместе. Здесь, теперь, где у нас вот эти вот были накиды. Мы спускаем эту петлю и следующую. То есть, вот эти обе петли из накида. Мы их сбросили и распустили. Теперь вводим петлю под вот эти вот все петли. И вытягиваем петельку. Одеваем ее на левую спицу. Достаточно туго. И провязываем 1 лицевую. Следующая. И провязываем. Таких петель у нас должно быть 6 штук. Провязанных в эту дырку. 4. 5. Это достаточно просто, девчонки. 6. Вот попробуйте и вы убедитесь, что на самом деле все очень просто. Вот такая вот дырка у нас красивая получилась. Теперь провязываем 2 петли вместе лицевой. И здесь 2 петли вместе. То есть, уже посредине у нас ничего нет. Вот 2 вместе, 2 вместе. Здесь делаем то же самое. И точно так же вывязываем 6 лицевых петель из этого промежутка. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, и 2 петли вместе. И в конце лицевая и кромочная, и изнаночная. Изнаночный ряд. Так. 7 ряд. Теперь, что мы здесь делаем. Я делаю вот таким вот образом. Первую петлю снимаю. Далее провязываю вторую. А потом первую. Либо, сейчас в следующем, вторая. А потом первая. Здесь эти петли просто провязываем лицевыми. Здесь в седьмом ряду у нас только вот это действие. Только мы меняем местами эти петли. То есть, либо вы можете вот так вот поменять местами и провязать. Перебросить просто их, да. Вот здесь вот хорошо видно, что они скрещиваются, эти петли. Так. Изнаночный ряд. Итак, сейчас я просто буду делать здесь вот эту ведущую. Просто буду перебрасывать здесь, а этого не делала. Во всяком случае, увидите, как это будет выглядеть. Вот хочу здесь сделать еще вот эту полоску. Поэтому, для этого, в начале ряда, кромочная, лицевая. Вот эти вот меняем местами. И провязываем лицевыми. Просто мы их меняем местами. Здесь 4 лицевые. Раз, два, три, четыре. Здесь поворачиваем точно так же, как мы делали. И провязываем две петли вместе. Делаем накид. Провязываем две петли вместе. 4 лицевые. Один, два, три, четыре. Здесь, вот наоборот, вот эта петля пойдет поверх второй. Меняем местами и просто провязываем для того, чтобы, как бы, симитировать вот эту вот полосочку здесь, чтобы она была. Видите, я связала без этого образец. Мне не нравится изнаночный ряд. Поэтому мы ее сейчас и сделаем. Одиннадцатый ряд. Три лицевые. Здесь просто меняем местами четвертую и пятую. Провязываем их лицевыми. Две лицевые. О, эти поворачиваем, следующие две поворачиваем и провязываем две петли вместе. Здесь накид, лицевая, две петли вместе. Две лицевые. Эти меняем местами просто. Это только в конце. Здесь же, в середине вязания, у вас все будет вот так вот, они по очереди. Это я показываю, как бы, начало и конец ряда. Внутри все будет одинаково, только здесь, в первой половине, вот, у нас будет эта дырка, во второй половине, фальшивая, вот, эта, имитация, как бы, имитация вот этой полосы. Тринадцатый ряд. Здесь опять же мы меняем местами. Две петли вместе. И здесь снова спускаем все петли и вяжем Машу, отгразываем Машу дырочку шестью петлями. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Две вместе. Меняем местами. Вяжем до конца ряда лицевыми петлями, кромочной и изнаночной. И последний ряд, в котором мы просто, так, кромочная, раз, два, три, четыре. Нет, здесь у нас вот так вот. Меняем местами. Шесть петель. Снова меняем местами. Провязываем до конца ряда. Вот, девчонки, вот смотрите, видите, здесь я сенитировала, то есть, вот эти вот полосочки здесь, поэтому я считаю, вот так вот будет лучше. Вот они, наши такие дырочки. Вот так вот выглядит этот узор. Я считаю, он очень удачный такой, необычный. Вот, на сегодня, девчонки, все. С вами была Вика из Школа рукоделия. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова